Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник и с вами Александр Артеменко. На этом канале мы разбираемся, как программировать на Common Lisp и как делать это хорошо. Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как логирование. Логирование – это очень важная часть любого продукта, потому что именно из логов зачастую вы можете почерпнуть информацию о том, что же пошло не так. Особенно это важно, если вы используете Common Lisp в продакшене. И вот сегодня я хочу рассказать про свой подход к логированию. Common Lisp – библиотек для логирования довольно много, но для себя я выбрал Log4CL. Пишется это вот так. Log4CL примечателен тем, что позволяет легко себя расширять. Для него можно писать модули, которые так или иначе изменяют вывод лога. Кроме того, Log4CL предоставляет еще несколько полезных штук, таких как иерархическое логирование, когда с каждым модулем вашей программы связан отдельный логер, и его можно отдельно настраивать. А еще такие же логеры Log4CL позволяет делать для всех элементов программы вплоть до определения функций. То есть можно включить уровень логирования error, так чтобы видеть всегда только ошибки. Но когда вы разбираетесь с какой-то функцией, или, например, всеми функциями из одного файла, для них можно уровень логирования повысить, сказав, что, например, для этих функций из пэккеджа фу нужно логировать все до уровня дебаг. Это очень удобно для отладки. Ну и, конечно, все это можно делать на лету. Единственное, чего мне не хватало в Log4CL, это структурного логирования. Структурное логирование – это такое, когда вы не просто пишете какой-то текст, сообщение, влог, но также сопровождаете его дополнительными полями, по которым потом можно легко логи фильтровать. Это особенно полезно для проектов, в которых выполняются какого-то рода запросы. Например, для любого веб-сервиса. Когда к вам в сервис приходит какой-то запрос, очень полезно для него сгенерировать уникальный ID и этот ID передавать во все сообщения лога при обработке этого запроса. Тогда из логов можно будет легко достать всю историю обработки одного запроса. То же самое годится и для разных батч-обработок, когда у вас процесс долгое время работает, что-то делает, логирует. Очень удобно связывать такие логи по некому батч-айди. И вот я написал для Log4Cell такое расширение, которое позволяет использовать такое структурное логирование. Называется мое расширение Log4Cell Extras. Вот таким образом оно пишется. Это расширение доступно в Ultralisp.org и, кажется, в QuickLisp тоже. Давайте покажу, как это выглядит на реальном примере. У меня есть небольшой патпроджект, который развернут в облаке. А, чуть не забыл. Мое расширение не только добавляет структурное логирование, само по себе оно было бы бесполезно. Мое расширение также добавляет возможность вывода логов в JSON-формате, когда каждая строчка лога представляет собой небольшой JSON-объект с полями. Для чего это нужно? Спросите вы. Такой JSON-объект легко можно скормить в разные системы обработки логов, типа LogStash или послать в Elasticsearch, а потом по этим документам можно будет легко искать. Я сейчас покажу небольшой пример. У меня есть патпроджект, который развернут в Яндекс.Клауде. А в Яндекс.Клауде есть специальный сервис, который собирает логи. И вот у меня Command List приложение развернуто в Кубернетисе. Оно пишет свои логи в JSON-формате в std.out, а Яндекс.Логинг собирает со всех Кубернетис нод эти логи и предоставляет интерфейс для поиска по ним. Вот здесь справа на экране вы видите как раз логи моего сервиса. Но тут пока только сообщение об ошибках. А слева у меня подключен к этому сервису Ripple. Давайте попробуем что-нибудь залогировать в Ripple и посмотрим, появится ли сообщение справа в интерфейсе Яндекса. Это я вывел настройки логинга. Тут видно, что у нас есть один аппендер, так log.fl именует объекты, которые пишут лог куда-либо в std.out, файл или еще как-то. И у этого аппендера есть фильтр, который пропускает только ворнинги и эрроры. Так, где же наши сообщения? А, у меня были неправильные настройки времени, за которые надо выбирать сообщение лога. Вот оно, мое сообщение, ворнинг. Если мы на него взглянем, то увидим здесь какую-то информацию про кубернетис. Кубернетис тоже использует структурное логирование и свои поля складывает в атрибут кубернетис. Тут можно отфильтровать, например, по названию контейнера и получить логию только одного приложения, если у вас в кубернетисе крутится много всего. А мои поля от log4sl попадают в атрибут fields. В данном случае тут они не заполнены, видно только логер, который соответствует имени пакета. А не заполнены они, потому что я запускал логирование в REPL. Говоря про структурное логирование, я упомянул, что можно писать в лог любые кастомные поля. Давайте покажу, как это делается. Предположим, у нас есть некий requestId, и мы хотим залогировать несколько сообщений с этим requestId. Даже нет. Давайте сделаем так. Я определю пару функций, которые будут внутри себя что-то логировать. Потом задам для них контекст и вызову эти функции внутри контекста. Контекст определяет поля, которые будут залогированы. Итак, определим функцию foo. Пускай она логирует у нас warning. warning. Вот так. И определим функцию bar. Пускай она логирует у нас error. Вот таким образом. Теперь, если я вызову просто функцию bar, то в логах должно появиться сообщение hello from bar, а в полях у него не будет ровным счетом ничего. Вот появилось наше сообщение hello from bar. Я сейчас сделаю покрупнее, чтобы вам было лучше видно. И надо подвинуть вверх. Над моей головой. Вот оно, наше сообщение hello from bar. И если мы посмотрим его поля, то тут будут видны все те же стандартные три поля файл, функция и логгер. Дополнительных полей никаких нет. Давайте зададим контекст. Контекст задается с помощью макроса log4cl with fields. Вот такой макрос. Ему нужно передать набор полей. В данном случае я передаю только одно поле. Ну, давайте два передадим. Чего уж там. Например, requestId. Куда все делось? Очень неудобно работать на маленьком экране. Итак, мы передаем поле requestId. Какой-то тут id. Давайте так, 100, 500. Вот. И еще передадим, например, username. Пускай это будет userbob. Дальше внутри этого макроса можно вызывать любые функции. Они могут что-то логировать, могут не логировать. И если они что-то логируют, то указанные поля будут добавлены к логу. При этом макрос withContext можно использовать вложено. То есть одна функция может определять одни поля, другая другие. Например, мы могли бы сделать вот так и определить username чуть позже, добавив его в контекст. Давайте тут вызовем функцию foo и функцию bar. Вот у нас есть два поля определенные в контекстах. И мы залогируем что-то и дождемся, пока это прорастет внутрь Яндекс.Клауд.логинга. Сейчас посмотрим. Пока что нету новых сообщений. Вот они появились. Внизу два новых сообщения появилось. Hello from foo Hello from bar. Если мы откроем объект, JSON объект, соответствующий этим записям, то увидим, что здесь в fields появился наш request.id и юзернейм. И в интерфейсе Яндекс.Логинга можно по этим полям пофильтровать. Так, например, мы можем получить все сообщения с этим request.id. Сейчас покажу, как это можно пофильтровать. Естественно, в зависимости от системы хранения и обработки логов, язык запросов будет выглядеть немножко по-разному. Например, в Elasticsearch это одно, в Яндекс.Клауде другое, в каком-нибудь третьем сервисе может быть все иначе. Сейчас я показываю, как это фильтровать в Яндекс.Клауде. Итак, надо пойти в фильтр. Так, надо пойти в фильтр. Сказать, что мы фильтруем по JSON payload. Тут JSON payload это все сообщение лога. Видите, я дополнительно фильтрую по namespace кубернетиса, чтобы выводить только лог, который относится к моему приложению. Сейчас сделаю пошире, чтобы было лучше видно. И здесь можно добавить дополнительные условия. Например, end JSON payload fields request request id или какой там был request id у нас, не помню. Нет записей. Боюсь, что со знаком минус оно не прокатит. давайте попробуем сделать так. Вот они наши два сообщения. да, видите, тут у меня поле залогировалось request минус id, а язык запросов Яндекса почему-то не позволяет так отфильтровать по JSON. Это такая интересная особенность Яндекс. Облако. Сейчас посмотрим. слопает ли он такой вариант. Нет, так не работает. Давайте залогируем заново. Только вместо знака минус я использую подчеркивание в имени переменной. Залогировал. Теперь можно указывать их в запросе. Подождем пока данные появятся. в облаке. Вспомнил. Там был немножко другой request id. Вот так надо задать. И все. Теперь мы видим только два сообщения, которые относятся к этому запросу. Как видите, фильтровать довольно удобно, но нужно помнить про этот нюанс. Видимо, там какой-то JavaScript или еще что-то и оно не понимает идентификаторов, у которых в качестве разделителя используется знак минус. Вторая вещь, которую я хотел бы сегодня показать, тоже касается логирования. В примере, который я только что показывал, мы логировали какие-то вещи, но при этом не видели ничего в репл. А все потому, что записи лога улетали в std-out программы, который уже обрабатывался кубернетесом. Однако, так как CommonList позволяет интерактивно подключаться к программе и дорабатывать ее, мне иногда приходится подключаться к работающему процессу, и вот хотелось бы видеть логи того, что происходит в тот момент, когда я подключился или что-то сделал в редакторе. Log4CL позволяет добавлять в настройках несколько аппендеров. Я чуть раньше упоминал, что такое аппендер. Повторю, аппендер это такой модуль, который отвечает за запись лога в файл в std-out либо куда-то еще. И вот я сделал расширение, которое позволяет удобно конфигурировать вашу программу так, чтобы по дефолту она писала свой лог, например, в файл или в std-out, а когда вы подключаетесь к реплу, автоматически включало логирование и в репл тоже. При этом логи продолжают поступать в стандартную систему сборки логов, но и вы видите в репле, что происходит. Я назвал это расширение 40Ans log4cl. Давайте покажу, как оно работает. Для этого я создам небольшую простую программку, которая будет выводить лог в json формате в std-out. Предположительно, этот std-out потом должен потребляться какой-то системой сбора логов. И мы подключимся к этой программе из Emax и увидим, как логи начинают писаться и в репл тоже. При этом логи будут писаться параллельно в два места. И в json формате в std-out программы и в репл в нормальном человекочитаемом виде. Давайте приступим. Итак, вот я написал небольшую программку. Что она делает? Она сначала инициализирует логинг так, чтобы эти параметры подходили для какого-нибудь бэкэнда. Здесь мы просто задаем уровень логирования. Логи будут формироваться в json формате и выводиться в std-out. Дальше мы говорим, что нужно стартануть слинг, чтобы мы могли подключиться из Emax. А после этого программа уходит в бесконечный слип цикл, ожидая подключение. Давайте ее стартанем в терминале справа, вот здесь наверху. Запускаем сервер. А, надо еще сказать ему, что слинг порт пускай будет, например, 9050. Программа запустилась. Здесь она пишет, что стартануло. Тут два сообщения от логера. Первый раз и следующее то, что выводит сама программа. То, что она стартанула и ждет подключения. Попробуем подключиться к ней из Emax. Пишем здесь slide connect. Оставляем localhost и указываем порт 9050. Вот произошло подключение. В Estudout насыпалось много всякого безобразного вывода, потому что slide пытается загружать разные расширения. Он пытается загружать сюда разные расширения. Я их уберу, чтобы они не мешали видеть, что происходит. Давайте попробуем залогировать что-нибудь с уровнем info. Как видите, наше сообщение автоматически выводится и в репле, и внутри программы на ее Estudout. Теперь давайте зададим контекст, как мы сделали это раньше. Вот наша функция фу. Вот наша функция бар. И вот наша конструкция с контекстом. Сейчас я ее запущу и ожидаю, что у меня появится два сообщения в логе справа и два сообщения в репле. логируется логируется все и туда и сюда. при этом и в репле и в консоли видны наши дополнительные поля. Сделаю пошире, чтобы было хорошо видно. В консоли видно, что JSON содержит дополнительные поля request id и юзер name и те же самые поля видны в репле. Для удобства они выводятся в столбик. Если мы взглянем на конфигурацию log4cl функция config ее выводит, то увидим, что здесь у рутового логера два аппендера. Первый аппендер логирует в JSON формате, а второй аппендер логирует в консоль и логирует он в plain text формате. Также мы можем отдельно управлять уровнями логирования для того, что отправляется в систему хранения логов и для того, что мы хотим видеть в репле. Допустим, я не хочу видеть все сообщения, которые сыпятся в мой сервис с уровнем debug и info, потому что иначе репл у меня может просто не потянуть столько сообщений. Тогда можно сказать, что я хочу видеть только сообщения типа warn или error. делается это так. Можно сказать просто log config error. Если мы заново посмотрим настройки логера, то увидим, что изменились настройки рутового логера. Так мы испортим вывод в файл или в stdout и наш сервис начнет логировать меньше, чем мы хотели. Чтобы сделать настройку правильно, я добавил специальную функцию, которая изменяет настройки только вот этого аппендера, отвечающего за вывод в репл. Давайте вернем настройки рутового логера на дебаг. Посмотрим, что это применилось. Вот видите, здесь root логер теперь имеет уровень логирования дебаг. А теперь я хочу сделать так, чтобы у этого stable аппендера консольного, который выводит информацию в репл, изменился фильтр. Нам нужен фильтр по уровню error. Для этого у меня есть функция, которая находится в пакете 40 ans logging setup for репл. Эта функция принимает два параметра. Stream скорее всего вам не понадобится, а вот level как раз нам нужно задать. Пишем level debug, ой, level error. Смотрим заново, что поменялось. Видите, теперь аппендер, который пишет в репл имеет уровень error, аппендер, который пишет вот в этот вправо терминал, все еще имеет фильтр по уровню debug. Давайте попробуем сделать так, чтобы функция bar логировала с уровнем error, а функция full логировала с уровнем warn. уровень warm будет попадать в терминал в JSON-формате, а в репле мы увидим только запись с уровнем error. Берем наш bar, bar логирует с уровнем error, а fu пускай логирует с уровнем ну да, было все правильно, full логирует с уровнем warn. Теперь зададим наш контекст with fields тут вызываются обе функции, но лишь вывод одной из них, вот этого бара, будет виден в репле, а в терминале справа появятся обе записи. видите, здесь вывелось сообщение error, но в систему сбора и хранения логов отправятся оба сообщения и warning и error. Таким образом, мой небольшой хелпер помогает управлять уровнями логирования для вашего веб-сервиса, делая так, что в систему хранения и обработки логов поступают все логи, а в репле можно их более гибко настраивать. Я неспроста выделил эти хелперы в отдельную библиотечку. Я собираюсь использовать ее во всех своих проектах. Пока что еще не везде внедрил, но обязательно это сделаю. Также там есть специальные настройки логинга для консольной утилиты, которой нет необходимости логировать в JSON формате. Ссылочки на все свои хелперы я оставлю внизу в описании. Обязательно посмотрите их, попробуйте использовать. Ну а на сегодня это все. С вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник. Подписывайтесь на него, ставьте лайкусики, пишите в комментариях о чем хотели бы услышать в следующих выпусках. Ну и конечно же, конечно же обязательно приводите своих друзей нелисперов. Пускай они проникнутся мощью Коммун Лиспа и сольются с нашим сообществом в едином экстазе. Всем Лиспа в ваши сердца. Пока!